так теперь свяжем лапки я вот одну связала вот такую вторую лапку мы сейчас будем вязать сейчас покажу как я вязала набираем 6 столбиков в кольцо амигуруми кольцо затягиваем и вяжем теперь следующий ряд прибавки 6 штук то есть провязываем каждую петельку провязываем делаем 6 прибавок то есть каждую петельку провязываем по 2 столбика у нас получится 12 столбиков следующий ряд вяжем делаем прибавки через 1 столбик провязываем 1 столбик и делаем прибавку у у нас получится 18 столбиков следующий ряд вяжем делаем прибавки через 2 столбика провязываем 2 столбика и делаем прибавку у нас получится 24 столбика следующий ряд провязываем 24 столбика без изменения следующий ряд вяжем делаем прибавки через 2 столбика без изменения 3 столбика провязываем 3 столбика и делаем прибавку у нас получится 30 столбиков так мы связали прибавки у нас теперь 30 столбиков и вяжем сейчас 4 ряда без изменения провязываем 4 ряда 30 столбиков у нас вяжем самостоятельно провязали мы 4 ряда и теперь делаем убавки через три столбика один ряд так провязываем 3 столбика и делаем убавки у нас убавится 6 столбиков и останется 24 столбика вяжем самостоятельно следующий ряд провязываем 24 столбика без изменения вяжем самостоятельно так следующем ряду делаем 2 убавки бабочки мы делаем все время за передние полу петельки на переднюю стеночку невидимые так 2 убавки делаем и вяжем до конца ряда у нас остается 20 столбиков так этот ряд мы закончили у нас осталось 22 столбика вяжем без изменения 22 столбика вяжем этот ряд самостоятельно провязали мы 22 столбика и следующий ряд мы вяжем снова делаем в начале ряда 2 убавки 1 убавка и 2 убавка и провязываем до конца ряда у нас 18 столбиков в итоге у нас 22 столбиков остается так провязали мы этот ряд и следующий ряд вяжем без изменения 20 столбиков вяжем самостоятельно провязываем этот ряд 20 столбиков следующий ряд мы провязываем делаем еще убавки в начале ряда также 2 убавки и провязываем до конца ряда у нас остается 16 столбиков так провязали мы этот ряд у нас всего осталось 18 столбиков и теперь мы вяжем без изменения 20 рядов 18 столбиков можете вот эту лапочку сейчас набить а можно потом набить вот она у меня видите как набита то есть не сказать что сильно туго но и нем немало можно потом набить будет то есть вяжем сейчас 20 еду без изменения так теперь надо ручку эту набить так 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 сделали мы 6 убавок у нас осталось 12 столбиков и теперь делаем 6 убавок у нас останется 6 столбиков так так сделали мы 6 убавок ниточку можно обрезать вытянуть ставить ниточку в иголочку и теперь за крайние вот эти вот петельки так и собираем на ниточку и стягиваем чтобы у нас красивые вот такой вот получился вот видите все ниточку здесь закрепляем внутри на несколько раз туда-сюда так не стягиваете ничего что вы все и обрезаем все мы связали ручки вот такие вот ручки у нас получились все продолжение следует а девочки связала одно ушко вот он у меня такое получилось я думаю что как нормальная ушка не поросячи вот и сейчас будем вязать второе ушко я вам покажу как я его вязала вот вяжется я сейчас вам коротко расскажу здесь рядочки делаются через ряд прибавки и провязывается один ряд прибавочный один ряд без изменений вяжется и так мы начнем вязать крючок у меня также 225 ниточка естественно то же самое и так кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида затягиваем кольцо и первый ряд мы провязываем 6 столбиков без накида также то есть без изменений мы провязываем 6 столбиков без накида провязываем первый ряд 6 столбиков без накида провязали мы 6 столбиков без накида и следующий ряд мы провязываем так вот он завернулась поэтому аккуратненько так вот вывернули его петельки эти выпрямили и провязываем следующий ряд делаем 6 прибавок то есть у нас получится 12 столбиков я считаю 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 и 11 12 провязали мы 6 прибавок у нас получилось 12 столбиков и следующий ряд мы вяжем без изменения 12 столбиков следующий ряд вяжем делаем прибавки через один столбик провязываем 1 столбик делаем прибавку у нас получится 18 столбиков я буду считать 3 7 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 и 17 18 18 мы сделали прибавки через один столбик у нас получилось 18 столбиков и следующий ряд мы вяжем без изменения 18 столбиков следующий ряд мы делаем прибавки через два столбика два столбика два столбика провязали сделали прибавку опять два столбика провязали сделали прибавку и вяжем так до конца ряда у нас получится 24 столбика сделали мы 6 прибавок через два столбика и теперь мы следующий ряд вяжем 24 столбика без изменения провязываем самостоятельно провязали мы этот ряд и следующий ряд мы делаем прибавки через три столбика у нас получится 30 столбиков провязали провязали три столбика сделали прибавку и так мы вяжем до конца ряда у нас добавится на 6 столбиков ряд вяжем самостоятельно следующий ряд вяжем провязываем 30 столбиков без изменения следующий ряд мы вяжем делаем прибавки через через четыре столбика у нас получится 36 столбиков так у нас теперь получилось 36 столбиков и теперь мы вяжем без изменения 3 ряда по 36 столбиков вяжем самостоятельно 3 ряда провязываем 36 столбиков у нас и так мы провязали 3 ряда 36 столбиков следующий ряд делаем убавочный провязываем 4 столбика и делаем убавку у нас получится 30 столбиков убавку делаем за передние полупетельки невидимые так сделали убавки у нас осталось 30 столбиков и следующий ряд провязываем делаем убавки через три столбика три столбика провязываем делаем убавку и так весь ряд до конца ряда вяжем самостоятельно так эту ниточку можно убрать вовнутрь спрятать чтобы ее не видно было и теперь провязываем провязываем следующий ряд соединяем вот эти вот два края соединяем так вот провязываем столбиками без накида все ниточку обрезаем с таким расчетом чтобы нам ее пришить ушко голове закрепляем ниточку все ушки у нас готовые так вот одно ушко и второе ушко будет вот такие два ушка примеряем на каком расстоянии где будут у нас пришиты ушки вот так вот примерно да и пришиваем у нас Субтитры сделал DimaTorzok Так, пришили один край, теперь с этой стороны тоже пришиваем, переходим на эту сторону, и здесь не за самый край, а чуть выше я беру. И здесь как бы тоже не к самому краю прям беру, а чуть-чуть в сторонку отхожу. Субтитры сделал DimaTorzok Так, все, то есть ушко мы пришили, первое, ну и второе также пришиваем, эту ниточку сейчас закрепим. Ниточку обрезаем и пришиваем второе ушко самостоятельно. Вот ушки пришиты у нас. Так, я вот отрезала вот такой провод, вот у меня провод обычный. Загнула вот эти вот концы провода, у меня получилось где-то 14 с половиной сантиметров. Но это вы смотрите сами по своей игрушке. То есть вот примерно половина в туловище войдет, половина в голову войдет. Так, теперь заматываю изолентой. Вот эти вот концы. Вот. Так. 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 так теперь берем синтепон и и наматываем вот таким образом но то сделаем такую мягонькую мягонький такой каркас но он сам по себе рожь каркасе будет все замотали можно еще укрепить это все ниточками так вот замотать но это уже я когда заматываю когда не заматывая по-разному бывает теперь проковыриваем в туловище дырочку так вот туда чтобы вошел у нас этот провод я все это делаю пальчиком вы может быть чем-то другим будете делать так вот теперь вставляем туда вот и здесь одеваем там тоже у нас отверстие сделали мы проковыряли и вот так вот мы надели голову и теперь нужно пришить теперь просто вставляем эту ниточку иголку и пришиваем голову я надеюсь что вы сами сможете пришить потому что мне так неудобно на камеру пришивать то есть я беру столбик подхватываю на шейке и столбик подхватываю на голове опять столбик подхватываю на голове и так по кругу ровненько пришиваем смотрим чтобы у нас голова была ровно все пришиваем самостоятельно и так сейчас мы пришьем ручки и еще нам надо будет связать хвостик и так я еще на ручке сделала вот такой вот как бы коготочки до разделила давайте возьмем черную ниточку и и так чтобы на одинаковом расстоянии сюда же вставляю видите так и и затянуть так переходим в серединку и здесь уже на третью на третий коготочек так сказать вот так вот вот лапку сделали и теперь сюда возвращаемся возвращаемся связываем узелочки делаем и ниточки прячем можете не делать так это уже на ваше усмотрение я захотела сделать такие лапки все эти ниточки прячем все лапки у нас готовы и теперь теперь берем крепкую крепкую нитку так я взяла такую нитку у меня крепкая можете вот так насквозь сделать прошивать я так не люблю прошивать поэтому я делаю по-другому вставляю иглу вставляю иглу вывожу вывожу напротив здесь смотрите аккуратненько чтобы ниточка осталось здесь беру вот так вот иголочкой продеваю и буквально здесь одну две два столбика и вывожу на эту сторону тоже так же на таком же расстоянии вот если все нравится значит оставляем так здесь тоже то же самое все делаем так вот как бы лапку и захватываете там наполнитель вот можно уже завязать нитка у меня крепкая в принципе можно уже завязать но можно еще раз пройти давайте еще раз пройдем только здесь теперь уже а кору аккуратно чтобы нам не задеть вот эту ниточку которая уже там была у нас тоже по тем же самым следам проходим второй раз все то же самое делаем проверяем ниточка чтобы у нас продергивалась чтоб нигде у нас ее не захлестнула так все хорошо здесь теперь то же самое все так и и все иголочку я уже убрала здесь берем вот эту ниточку которая у нас оставалась и вот эта ниточка которую мы сейчас убрали с иголочки и затягиваем хорошо затягиваем вот у нас такие лапочки получились если вам что-то не понравилось то есть просто берите и переделываете может быть выше может быть ниже лапки что-то вам не понравилось ну вот у меня бывает такое что не с первого раза получается ну на этот раз вроде вроде бы получилось все лапки мы сделали ниточки эти надо спрятать во внутрь тела и сейчас мы еще свяжем хвостик хвостик я хочу связать такой и вот из этой ниточки из белый пушистый так где-то у меня не получилось вот и кончик хочу сделать беленький остальное серую сделаю вы смотрите то же сами все как хотите так все так я взяла эту ниточку у нас вот который идет ализе и софте можете не такую нитку можете обыкновенную гладкую взять так какой-то узелочек у меня получился так вяжем 2 воздушных петельки и во вторую петельку вот крючка провязываем 6 столбика без накида крючок можно было взять побольше ну ладно я уже эти начала вязать так делаем 6 прибавок следующий ряд у нас делаем 6 прибавок это у нас будет 12 столбиков и так связали мы первый ряд у нас получилось 12 столбиков то есть мы сделали 6 прибавок следующий ряд мы вяжем делаем прибавки через один один столбик у нас получится 18 столбиков 1 первый столбик затем 2 затем прибавка опять один столбик и прибавка и так вяжем до конца ряда в итоге у нас получается 18 столбиков и так и и и итак мы провязали этот ряд у нас получилось 18 столбиков следующий ряд мы провяжем через два столбика делаем прибавку у нас получится 24 столбика вяжем самостоятельно провязываем 2 столбика и делаем прибавку так мы провязали 24 столбика у нас по их получилось да сделали прибавки через два столбика и теперь провяжем давайте рядочка 2 провяжем 24 столбика и перейдем на серенький цвет то есть у нас хвостик беленький будет кончик хвостика и дальше будем вязать уже серенькую сереньким цветом так вяжем самостоятельно два ряда 24 столбика провязываем так провязали два ряда эту ниточку можно будет обрезать и сейчас мы будем вязать сереньким цветом так теперь вяжем так присоединили серенькую ниточку провязываем через три столбика делаем прибавку три столбика провязали сделали прибавку опять три столбика провязали сделали прибавку и так вяжем до конца ряда вяжем самостоятельно так теперь у нас значит 30 столбиков и вяжем сейчас 10 рядов провязываем без изменения 30 столбиков вяжем самостоятельно так вот провязала я 10 рядов сюда и теперь сделаем убавку 2 убавки то есть будем делать убавки вот так вот с одной стороны с другой стороны потом несколько рядов провязываем снова с одной с другой стороны и так на какую-то там длину допустим сколько нам надо сантиметров но два ряда привязала теперь снова делаю убавки 1 убавка и вот здесь вторая убавка будет и снова провязываю два ряда давайте будем вязать вязать самостоятельно уже я думаю что здесь ничего сложного нет хвостик связать вяжем самостоятельно так вот связала я хвостик набила его уже здесь у меня 14 14 столбиков и сейчас так давайте я скажу какой длины у меня получился хвостик 16 сантиметров и теперь складываем так вот вдвое и провязываем провязываем и пришиваем к телу так и пришиваем хвостик до девочки хвостик я пришила вот такой у меня получился хвостик и теперь я вот на одной ножке сделала уже вот такие вот как бы коготочки да и теперь на второй ножке тоже сделаем коготочки такие же так взяли иголочку с тупым кончиком я беру ниточку я здесь молча показываю вам здесь ничего сложного нету объяснять не буду просто вот видите как я делаю и с этой стороны так маленько здесь подальше так вот и возвращаемся в это место откуда начинали шить все здесь узелочек завяжем и ниточки спрячем вовнутрь вот такие получились у нас как бы коготочки можно крючком можно иголочкой спрятать вот так но и что можно подрумянить чуть-чуть щечки если хотите и в принципе вот здесь можно ушки еще розовеньким сделать вот можно и лапки немножко подкрасить ну как вот так вот кошечка наша готова я рада что вы вяжете вместе со мной и все всем пока пока до новых встреч с вами была я не на тарас и просто Субтитры создавал DimaTorzok